Есть ли в томатном соусе помидоры, а в колбасе мясо? Зачем вода слушает классическую музыку? Журналисты Первого городского побывали там, куда доступ обычному человеку запрещен. Как проходят съемки телепроекта «Калининградский продукт» в следующем материале выпуска. В телепроекте премии «Калининградский продукт» принимают участие 12 предприятий. Это местные производители мясных деликатесов, питьевой воды, кетчупов, рыбных консервов и сыров. В России часто, десятилетиями почти, воспринимали «Калининград» как место, где симулируется некое производство. А это совсем не так. Здесь происходит глубокая переработка в тяжелом технологическом процессе и появляется для России, может быть, для Европы передовые продукты. Каждый день сотрудники этих компаний создают то, что мы покупаем. Журналисты увидели, как делают душистый фарш и колбасу без оболочки. Заглянули в огромные коптильни с румяными шпикачками. Проследили за автоматами, которые вместо человека разливают питьевую воду. Впереди следующий этап проекта. Руководители компании расскажут о том, как создавали бизнес, поделятся секретами с теми, кто планирует открыть свое дело. Специфика калининградского бизнес-сообщества – локальность. Здесь человеческий фактор, наверное, играет самую большую роль. Это как хорошо, так и плохо. Здесь авторитет зарабатывается годами, а потерять его можно за один день. Съемки проекта идут в ежедневном режиме. Видеовизитки предприятий совсем скоро будут в эфире первого городского. Но калининградский продукт – не только телепроект, а еще и премия. Победителя выберут представители деловых сообществ региона. Эта компания получит главный приз – контракт на рекламу бизнеса на 1 миллион рублей.